Самая первая задача, задачника кванта, о прекрасной стране Анчурии, где правил президент Мерафорис. Там всего 20 миллионов избирателей. Из них 1% поддерживает президента. Давайте мы будем уточнять, кто это, будем называть его кто. Итак, за ФЭП у нас 1%, ну, соответственно, 99% против. Требуется в результате не фальсифицированных выборов. То есть никакого чурного там нет, там все по-честному. Сделать, чтобы именно ФЭП честно стал президентом. Разумеется, если бы мы провели выборы прямые, не получилось. Но у вас есть такой способ разбить всех избирателей на равные по численности избирательные участки. На каждом провести честное внимание, весь чурок от выборов. После этого от каждого участка останется только один человек. Он будет за ФЭП и против ФЭП. Получившихся людей разбить на равные избирательные участки. Опять провести выборы. Ну и так далее, пока не останется один человек. Надо, чтобы этот один человек был бы за ФЭП. Поняли ситуацию? Поняли. Пожалуйста. Хорошо. Подсказка. Надо начинать не с 30 миллионов кримийцев, а с какого-то не очень большого количества. И вообще подумать, бывает ли так, что было за него меньше половины народа, а он в результате честных, ничурских выборов, все равно лифт. Бывает такое или нет? Нет. Бывает. Бывает, бывает. Можно просто проводить выборы в хотя бы в два пора. Можете нарисовать такую картину? Нужно сказать, что если меньше половины, то вот такое вот это нужно. Нужно показать пример. Для меня. Что меньше половины людей за, а он все равно выбирает. Сможете? Пожалуйста. Что? Ну, конечно. В любом случае побеждает правильный. Это как закон. Предправляем, как он побеждает? С трудом, без труда? Ну, допустим, сложно, если человек участвует. Не, Сергей Ильич, не надо на то, что 30 человек. Ну, скажем, давайте пусть 30 человек, конечно, но все гораздо меньше. Да. Всего пусть будет 10 собирательных часок. Да. Вот, и в шести из них, а, ну, будет 12 человек за и 18 в поле. И в шести участках будет 2 к 1. То есть 2 человек за и 1 человек за и 1 человек за и 18 в поле. Да, более 10, точнее, участков. Да, посмотрите, как это. У вас есть 1 человек. У вас есть 1 человек. Вы говорите, сколько будет собирательных участков? 10. 10 или, собственно, 5? Нет. Лучше 10 собирательных участков. Скажите, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Замечательно. А эти собирательные участки как будут устроены? По сколько там человек? 2, 1, 3. По 3, правильно? Да. Да. Ну, во всяком случае, как устроено на рот, я думаю, когда у меня заставили 40-30 человек, но, заметьте, я справился. Дальше. Ну, в шести участках будет такое отношение, что 2 человека к 1. 2 человека за и 1 против. Ага. Ну, давайте напишем. Значит, П, П, это враг народа. П, П, это враг народа. П, П, враг народа. П, П, враг народа. Сколько таких участков уже у меня? Ой, чуть позже. То есть нормально. П, П, враг народа. Ну, П, это тот за Путина. А П, это враг человечества. Вот, значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, шесть. Все нормально. А здесь враги. А здесь подряд враги. Обратите внимание. В этой стране 12. Действительно, 12. 12 за и 18. Это второе. Вот, например, когда врагов народа существенно больше половины. Согласны? И в результате честных, правда, два, три, но честных выборов, побеждает тот, кто и должен победить. Потому что, вот здесь, вот, естественно, побеждает Пуэль. Да? Вот, здесь везде побеждает Пуэль. Здесь побеждают храни народа. Но их честных. И они не могут переселить в волшебство. Согласны? Вот, замечательный пример, действительно. Когда 12 веков людей правильно расстал. То есть, очень важно их правильным образом расстать. Подсказка. Можно было обойтись в значительно меньшем количестве. То есть, необязательно было вот так вот делать 30 человек. Вообще, за счет чего возникает? За счет того, что это нечетное число было. Согласны? Значит, вот смотрите, здесь, вот видите, да, там, Пуэль, да? Так, я вам предлагаю простую вещь. Давайте сделаем два этажа, чтобы было бы всего 9 человек. Можно я нарисую такую картину? Она очень-то простая. И, мне кажется, она даже более понятная, чем то, что у нас только что нарисовано. То есть, смотрите, ребята. Пусть народ состоит всего лишь из 9-ых. Из них, опять, ППВ, ППВ и ВВВ. Здесь выиграют тот, кто надо. Здесь право. И здесь выиграют тот, кто надо. Вот самая простая картинка. Когда у нас было 4 человека за, и у этого народа было 5 врагов. Хотя 5 больше 4, но в результате внимания не Чуровского, а честного голосования победили здоровые силы общества. Согласны? Вот. Победили здоровые силы общества. Теперь вопрос. Как то же самое развернуть на случай 20 миллионов? Как подобрать вот это вот разбиение на участке, чтобы, когда 1% всего остался, и он все равно победил? Причем убедительно. Так что даже меньше процента, да чуть-чуть меньше процента ему все равно достаточно. Сможете? Придумайте. Как несколько. Там потребуется уже не в два этапа, а побольше придется этап голосования. Вместо 3 этапов, как все сделать, что ли? Смотрите, перед тем, как в связи, я объяснил одну важную вещь. Чтобы здесь было правильное голосование, за должно быть 6, а против может быть четверо. В этом смысле, что у нас на самом деле происходит? У нас вот здесь, как они стали, букву В, так уже можно считать, что запуск, можно считать, чтобы это все были украшены. Понимаете? А там, где у нас В, надо следить, чтобы на следующем уровне за него было бы больше половины и так далее. То есть, давайте я сейчас нарисую вам голосование в три тура. При этом, при этом будет так. Значит, на верхнем уровне у нас сойдутся трое. Дальше, для того, чтобы у меня за 5 будет на 3, да? Вот. И здесь, каждый раз, пусть будет деление на 5. Для того, чтобы вы не думали, что проблема в каких-то свойствах числа 3. Привет, можно я не буду дальше подробно нарисовать? Вот. Смотрите. Для того, чтобы здесь был тот, кто надо, должны быть здесь те, кто надо. Согласны? А здесь может быть В. Здесь может быть фраг народ и совершенно запросто. Для того, чтобы здесь был В, надо, чтобы В был здесь. Правильно? Вот. Замечательно. Обратите внимание. Вот этот может быть В и все это по ним В. Теперь, что нужно для того, чтобы здесь были В? Нужно вот это вот. ППП. Согласны? ППП и здесь ППП. Все. У нас получилось 12 человек за В. Правильно? 5. Вот. А интересно, сколько всего? Трижды, трижды 5? 45. Это 45. Значит, 33 врага и 12. Вверх и вверх. И они выиграют. За счет того, что они правильно расположены. Заметьте, голоса врагов, они, в общем, терялись. Да? Вот. А голоса тех, кого надо, проходили как надо. В этом деле. В этом деле. Сейчас берем 20 миллионов. Берем 20 миллионов. И это число разлагают на множители. Надеюсь, все понимают, как это делать. Значит, 20 миллионов это 2 умножить на 10 в 7 степени. Согласны? Ну как? 7 в нуле. 7 в нуле. 7 в нуле. Что такое 10? 5. Это, как известно, 2 умножить на 5. Надеюсь, что присутствующие не знают. Получается 2 умножить на 2 в 7 умножить на 5 в 7. Это, значит, 2 в 8 умножить на 5 в 7. Но меня не очень интересует 2 в 8. Дело в том, что если голосуют двое, то там сразу возникнет проблема. Если один из них рак, а другой за п, то тогда кто выиграл, там споры начнутся. Нет, мне нужна чистая, честная победа. Поэтому я не допущу вот этих вот случаев, когда порвну голосов. И я сделаю так. Напишу, что это 4 в четвертой степени умножить на 5 в 7. Все понимают? 4 это 2 на 2, да? То есть 8 пишем как 4 умножить на 2. Отлично. Отлично. Вы расписали 8 в 8, дискурпировали их парами. Получилось 4 в четвертой степени. И теперь, надеюсь, вы уже понимаете, что будет дальше. Голосование будет производиться в 11 туров. Понятно? Чтобы выяснить в точности, значит, все сделать. Мы делаем так. 11 туров голосования. Т.е. Не просто в один день подошли бездубно опустили бюллетени и все. Нет. В этой стране будет такая вдумчивая постепенная система. Что это означает? Вся страна будет разбита, внимание, на 4 огромных избирательных группы. Понятно? Так потом получится, что в трех из них победит В. А в одном победит враг. Каждый из этих 4 кругов будет разбит на что? Давайте остановимся. А? Правильно. 4 района, которые мы будем называть избирательными руками второго голоса. Естественно. И там опять. Ну, давайте нарисую. Итак, здесь потом выиграет В. Здесь будет вот так вот. И мы постараемся, чтобы здесь были за В, а здесь был бы рак народа. Дальше. Здесь, господа, будет трое за В и один кран. Здесь тоже самое. Трое за В и один кран. Разумно? Здесь. Вот. Здесь трое за В и один кран. А там все враги, конечно. Если враг где-то победил, то бессмысленно туда давать свои руки. Конечно, там уже все. Там уже все враги. Обратите внимание. Сколько людей за В. Сколько человек на этой уровне? Девятеро. Вы понимаете, что дальше будет пять. Каждый раз четыре. Понимаете? И сколько потребуется за В? Трое. Трое больше, да? То есть двадцать семь. Значит, господа, с перехода на каждый, спускаясь каждый раз на один уровень, количество нужных людей, которые голосуют за В, возрастает ровно в три раза. Между прочим, обратите, пожалуйста, внимание. Если в какой-то момент мы будем делить на пять, то там ситуация ровно такая же. Вот представьте себе. В этом месте мы разделили на пять. Да? Тогда, чтобы здесь было П, надо, чтобы... А хочешь видеть? Здесь как раз будет фраг. Нет. Вот здесь. Здесь на пять. Раз, два, три, четыре, пять. Здесь нам нужно опять трое запоев. Согласны? Да. Значит, на каждом уровне количество необходимых запоев голосов возрастает в три раза. Уровней, я уже сказал, одиннадцать штук. Значит, для того, чтобы окончательно разобраться с задачей, мы с вами должны ответить на простой вопрос. Три в одиннадцатой степени. Меньше, так, один процент от двадцати миллионов – это двести тысяч. Меньше, чем двести тысяч. Или же нет? Если меньше, чем двести тысяч, то демократическая процедура в этой стране возможна и честно на голосование побеждает тот, кто надо. Значит, итак, смотрим. Это три в одиннадцатой степени. Это на самом деле легко. Три в четвертой степени – это, как вы прекрасно знаете, восемьдесят один, да? Значит, три в одиннадцатой – это будет восемьдесят один умножить на восемьдесят один и умножить на двадцать семь. Так, ну, восемьдесят один на восемьдесят один – это не грустно. Восемьдесят на восемьдесят – это шесть тысяч четыреста, да еще сто шестьдесят – да один. Шесть тысяч пятьсот шестьдесят один. Шесть тысяч три Wij. Ну, а дальше… Шесть тысяч пятьсот шестьдесят. Шесть тысяч десять тысяч десять тысяч. Шесть семь тысяч четыреста. Шесть тысяч десять. Шесть семьдесят тысяч. Сколько, у вас tumultusionni да period one on eight? Шесть семьдесят три С Blue. Итак, это я посчитал, 2, 2, 1, 12, значит, 7, 4, 1, здесь у нас будет 7, 177 147, вот такой ответ у меня получилось. Это действительно меньше, чем 200 тысяч. Причем, заметьте, солидно меньше. 22 с лишним тысячи есть запасы, да? То есть, получается, что с огромным перевесом в результате абсолютно честных выборов в этой стране побеждает тот, кто надо. Согласны? Вот, ребята, вот это и называется как раз административный ресурс. Заметьте, он не обязан быть нечестным. То есть, в нашей стране очень часто это всякие там подлости, фальсификации и так далее, здесь это не фальсификация. Это нужно просто вовремя принять разумное законодательство, что, заметьте, действующая власть всегда может, потому что она на то и власть, что имеет возможность корректировать законы. И разумно расставить своих людей в нужных местах, что она тоже может делать, потому что она же, так сказать, власть, она может корректировать, она же борется за справедливость и числа выборов. Поэтому очень важно понимать, что даже в демократических странах, даже там, где, что вы знаете, все честно, даже там избирательная система может казаться совершенно замечательной, идеальной, но приводить к очень странным перекусам. Заметки у меня не было, никаких нарушений, никаких преступлений и так далее. Все было по-честному, а результат был. Вообще, математическая теория того, как надо проводить выборы, она совершенно замечательная. Я сейчас не буду об этом вытрубно рассказывать, потому что это достойное предательное занятие, но она замечательной вот причем. Оказывается, что в некотором смысле самая хорошая система просто не существует. То есть, когда вы предлагаете мне систему голосования, то удается привести, довольно часто удается привести пример, когда вот по справедливости так, а по этой системе получается совсем по-другому. Поэтому, прежде чем вот так вот, так сказать, думать, что все легко... Продолжение следует... Продолжение следует...